уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов которых я об этих книгах рассказываю произошло достаточно приятное событие а именно вышел второй том морфологии сознания эта книжка ожидаемая поскольку до этого было издано две версии первого тома 1 2 1 вышла если мне память не изменяет сейчас посмотрю где-то два года назад это было в 2018 году то есть три уже года назад а вторая версия уже в 2020 то есть к сожалению это и другая книги в общем-то почти закончились на видимо придется готовить третье переиздание первого тома но сейчас мы говорим о втором томе он долго готовился ему посвящено было достаточно много трудов и забот и вот он выходит уже в новый для издательства антивандальной обложки то есть здесь так называемый лен структурированный ну на котором меньше видны царапин вот она такая голубоватого цвета книжка не бог весь какая большая 207 страниц вместе с литературой и ее содержание собственно говоря является продолжением первого тома в котором я рассказываю про детей а рассозревание развитие мозга но начиная с того момента как родители собственно говоря согрешили и нервная система она начинает формироваться обычно на 11 день после того как они в общем предались удовольствию вот после этого как раз и начинается довольно активный нейрогенез нервная система обособляется 1 в нашем организме то есть это практически 1 1 структура имеющая ось то есть осевая структура и дальше все идет уже веселее того же дальше идет самитогенез и все остальное то что описываю в первом томе однако второй том посвящен не этому там первый том заканчивается как раз на подходах к тому чтобы ребенок достиг возраста 67 лет и хотя там приходится по тексту забегать вперед что-то наоборот возвращаться назад иначе будет непонятно как развивается мозг и как происходит становление способностей ребенка то есть книжки написанного бытом они для того чтобы там погружаться в тонкости развития человеческого мозга в основном для того чтобы женщины которые заботятся о своих детях но просто их не портили им жизнь зря почем поскольку мозг эволюционирует по своим законам и нравится или не нравится добрым мамам и заботливым но все нужно ребенку давать имею ввиду в образовании обучение воспитания в тот момент когда к этому созревает его центральная нервная система иначе это будет гортель напрасный труд и обычно родители помучившись помучившись бросают это ребенок так и остается необихоженным а проблема в чем просто родители не знают с какой скоростью созревает мозг и что можно там давайте и рассказывать пятилетнему а что не стоит он все равно этого не поймет и надо подождать 3-4 года когда начнется дифференцировка коры что же в этой книжке есть во втором томе значит здесь начинается она с этапов созревания мозга то есть это достаточно большая большой раздел в которых как бы классифицируется созревание мозга не только с позиции нейрогенеза но и с позиций развития способности потому что на самом деле нейрогенез дело сложное и собственно говоря его можно разбить даже на три таких глобальных этапа формирования человеческого сознания ну первое это на основании лимбической системы доставшийся нас от приматов и и отсюда собственно проистекает вторая глава которая называется филоэмбриогенез сознания и здесь ранние самые события приводящиеся к нейрогенезу и к появлению первых очень достаточно простых рефлексов но и дальше происходит как бы развитие осмысления того что происходит в голове ребенка поэтому первичные лимбические запечатления это третья глава то есть о чем речь идет о том что лимбическая система как наиболее древние созревает 1 но там запечатлений и как раз обезьянки и поэтому добиться там чего-нибудь значимого осан в смысле осмысленности поведение довольно сложно но кое-что можно и поэтому нужно потратить усилие время чтобы это самое лимбическая система запечатлила вашей семье или в обществе то что нужно иначе потом греха не оберешься с этим ребеночком это очень ранние этапы и собственно говоря речь идет до семи-восьми лет а вот потом только начинается четвертая глава которая носит название формирование социальной коры то есть когда ребенок начинает запечатлевать социальные инстинкты вольны и невольны потому что этот момент идет активный нейрогенез коры большого мозга ну и понятно что как только мозг подсозрел к 12-13 у некоторых чуть попозже к 14 годам происходит очень приятное событие так называемое вызревание полового мышления то есть сначала лимбическая система созревает и на ее основе формируют социальные инстинкты потом половая система вступает в свои права а по мере развития их обоих еще параллельно идет активный нейрогенез в коре то есть не появляются новые нейроны естественно образуются связи между нейронами которые и увеличивают мозг новорожденного в три раза ну и дальше как только половое половой этап дифференцировки сознание прошел начинается приятнейшие события ребенок вступает в антагонизмы собственного сознания то есть он становится тем самым тинейджером который совершеннейший мерзавец плохо управляемый он не мерзавец и он ни в чем не виноват просто так зреет человеческий мозг и об этом надо знать хотя бы чуть-чуть чтобы не мучить бедного подростка специальная глава в этой книжке после антагонизмов сознания посвящена антогенезу и эволюцию пороков но они у нас тщательно как известно скрываются но при этом тайна процветают просто как цветут как майская роза и поэтому об этом тоже надо знать и их генез то есть происхождение откуда они берутся тоже надо понимать хотя бы чуть-чуть ну и такая последняя результирующая глава касающаяся развития на кортекса и лимбической системы так называемое формирование третичного сознания третичное сознание это то что делает нас людьми из обезьян то есть к этому к сожалению тоже надо прикоснуться и попытаться понять что не только еда образование и дальнейшее трудоустройство станут основой поведения вашего чадушки нет третичное сознание то то что самое дорогое самое сложное возникает она далеко не у всех что собственно говоря видно часто внутри анализе комментариев под этими роликами ну так вот третичное создание сознание это как раз есть основа нашего мышления это что нас с вами очеловечивает но и самая последняя девятая глава это старение мышления это том как мы постепенно придаемся богоуханному маразму то есть конечно это не очень приятно все особенно чувствовать на себе но тем не менее что есть то есть законы природы нарушить не удается никому ни за какие деньги поэтому уважаемые господа если вы читали первый том морфологии создания помогло вам как-то воспитание детей или внуков или хотя бы остановила вашу могучую длань над их головой в тот момент когда она еще пуста я буду чрезвычайно рад если вы расширите свои представления о созревании человеческого мозга с помощью вот этой книжки второго тома морфологии сознания надеюсь что вам это понравится ну а пока вы любуетесь книжкой я как раз отмечу это приятное событие чудесным крымским портвеном так что уважаемые господа я надеюсь что мой труд не прошел зря и вам понравится до свидания а